Здравствуйте! На канале выпуск новостей «Месяц в Пяльцах» и с вами я, Дарья Миких. Сегодня в выпуске. Новый формат или символ времени? Какова идеальная формула рукодельной выставки? Что ждет традиционный ярмарк в ближайшем будущем? Обо всем этом в нашей рубрике «События месяца». В осенние ненасти семь погод на дворе. Как лучше всего встретить осень и чем наша редакция запасается в первую очередь, делимся в разделе «Местное время». В рубрике «ЖЗЛ» расскажем о том, какие ингредиенты нужны для лучшего витаминного комплекса и как справиться с соседней хандрой. Лучшие практики укрепления иммунитета от Надежды Нагорновой. В разделе «Пока все дома» речь пойдет о клубе веселых и находчивых. Одна фея, одна девушка из тумана, ну и посторонним «М». И в завершение, как всегда, котировки процессов и опрос народа. Обо всем этом подробнее уже через секунду. Будет интересно, не переключайтесь. Итак, главным событием сентября стала выставка «Формулы рукоделия-2020». Поистине самое ожидаемое событие в рукодельном мире стало и самым неоднозначным. А перенос мероприятия на целый месяц – соброс уймы конспирологических теорий. Чем же все-таки была вызвана смена дат? Голоса конспирологов в основном склоняются к так называемой парадигме второй волны. Цитирую. Молва приписывает Илине Федянцевой знакомство с тем самым человеком из мэрии, который точно знал, что 20 сентября всю страну вновь посадит на карантин. Грамотно воспользовавшись этой инсайдерской информацией, Илина приняла единственное правильное решение – порадовать рукодельниц всему вопреки. Теперь всю эту теорию заговора можно с легкостью переквалифицировать в городскую легенду. 20 сентября давно прошло, а самоизоляцию так никто и не ввел. Даже 26-е уже осталось позади, а ведь в прошлом году ярмарка проходила именно с 26 сентября по 29-е. Но так как администрация формулы рукоделия какие-либо комментарии по этому вопросу не дает, можно ожидать возникновения и более маргинальной версии. В неком недоумении до сих пор находятся и выставочные критики. Не очень понятно, как оценивать то, что случилось в начале сентября. Что это – новый формат или все-таки примета времени? На фоне ковидных настроений и резких изменений логистики, многие производители отказались участвовать в сентябрьской выставке. Из-за этого формула резко потеряла в объемах. Наряду с иностранными делегациями отсутствовали привычные Алиса, Овин, Чудесная Игла, Савиный Лес, РТО и многие-многие другие. Новая площадка отличалась также плохим освещением и небольшими стендовыми помещениями, из-за чего рядом с некоторыми производителями можно было наблюдать аномальное скопление людей. Но наряду с очевидными сложностями само место проведения не оставило никого равнодушным. На ВДНХ к сентябрю распустилось порядка миллиона розовых кустов, в парке играла ретро-музыка, а погодные условия складывались в пользу ярмарки. Внутри павильона номер 57 всех посетителей ждала уютная зона отдыха, а в ресторанном дворике можно было купить вкусный кофе и булочки. Правда, строго на вынос, согласно всем требованиям Роспотребнадзора. Что касается самой выставки, особой популярностью пользовались стенды Пана и Эмпо-студии. Мастодонты индустрии радовали рукодельниц с новинками и обширностью ассортимента. Но больше внимания досталось индивидуальным мастерам. Натмагнит, магазин «Я вышиваю», «Сфера увлечений» и стенд Натали Гефки были самыми посещаемыми местами. Месяц в Пяльцах провел свой независимый опрос населения. На повестке был вопрос, понравилась ли вам «Формула рукоделия-2020». Результаты экзит-полов вполне показательны. Да, 20%? Нет, 20%? Затрудняюсь ответить 60%. Узнать о тенденциях в выставочном деле, послушать об опыте западных коллег и порассуждать вместе с экспертами вы можете в нашей двухсерийной программе «Формула рукоделия-2020» уже на нашем канале. Не пропустите. Для нашей редакции сентябрь ознаменовался началом двойного учебного года. В 2020 сразу двое участников нашей рабочей группы отправились за партой повышать свою квалификацию. И пока первоклассница Лида и третьеклассница Тоня осваивают новые горизонты, шеф-редактор может наконец-то заняться делом – насладиться сентябрем в стиле Хьюги. Хьюги – смешное датское слово, которое означает способность ценить обычные удовольствия жизни и наслаждаться моментом. Это слово было у всех на слуху вышивальщиц в этом году, благодаря замечательному совместному проекту от New Leaf Craft, автором которого является Юлия Мартыненко. В течение года рукодельницы создавали своеобразный вышивальный календарь, а многие оформили его в отдельные замечательные проекты. Но сегодня мы решили создать то самое Хьюги настроение сами. Итак, согласно предоставленному списку, нам понадобится плед, подушки, ну, в нашем случае еще один плед, лучше два, да, лучше два, свечи, теплые носки и, конечно, чашка кофе. Ребят, тут проблемы, тут кофе нет. А позовите кто-нибудь, пожалуйста, костюмера. Ладно, выговор мы делать, конечно, никому не будем. Предлагаем присоединиться к нашей редакции и, во-первых, запасить вкусным горячим напитком самостоятельно, во-вторых, озадачиться заготовкой вышивального эквивалента, ну и самое главное, создать то самое настроение Хьюги, ради которого все это и затевалось. Начнем с эквивалента. Набор хранителей кофе пользуется особой популярностью среди вышивальщиц и любителей кофе, уж простите за тавтологию. В отшиве этого мотива были замечены не только именитые мастера, например, такие как Ольга Хобби Арт и Наталья Микрюкова, но и многие другие ценители этого стиля. Но на этом «Сделай своими руками» не остановились и выпустили продолжение полюбившейся серии. Ровно месяц назад в своем аккаунте в Инстаграме производитель даже провел опрос на лучшее название будущего набора. Среди популярных версий были «Кофейные тотемы», «Кофейное волшебство» и «Кофейные тайны». Но победил совершенно другой вариант. Так, с легкой руки производителя, к хранителям кофе добавились еще и ценители этого замечательного напитка. Важно напомнить, что все эти схемы были разработаны по отрисовкам популярного иллюстратора Александра Дикой. Гениальность Саши заключается в тонком чувствовании осени. В ее Инстаграме поистине остановилось время. Там всегда без 15 октября. Наша редакция очень надеется, что индивидуальные авторы и крупные бренды продолжат сотрудничество с этим прекрасным художником. Важно отметить, что у Александры есть очень активный телеграм-канал, подписавшись на который, вы будете в курсе последних событий в жизни иллюстратора, увидите первыми последние шедевры, а также сможете принять участие в ее художественном марафоне. Ну а мы, не теряя времени, уже приобрели и чашки, и кофейники. Состав наборов почти одинаков. Конва Аида 16-го каунта, мулине неизвестного происхождения, цвета символные схемы, вкусно пахнущие дорогими альбомами по изобразительному искусству. На выяснение, какой вид кофе ароматнее и из какой чашки приятнее его пить, у нас целых три месяца. А пока самое время все-таки встретить осень в датском стиле. Дарья Мяких, Антонина Мяких и Лидия Мяких специально для «Месяц в пяльцах. Москва». В эфире новости культуры и наша постоянная рубрика «Жезеел». В ней мы рассказываем о жизни замечательных людей и авторов схем. «Вот уж и осень, скоро дожди пойдут, ветер заводит». Продолжая эту цитату, скажем, что это самое гриппозное время. Держите ноги в тепле. Рекомендации из Покровских ворот ценные, но здесь мы хотим добавить и наш совет. Не забудьте укреплять иммунитет. Как раз для этих целей Надеждой Нагорновой были разработаны целые вышивальные комплексы. В ее коллекции есть сюжеты, способные разогнать осеннюю хандру, поднять настроение и зарядить энергией. Для теплого сентября у нее отрисован очаровательный сэмплер и чудесная фея. Для золотого октября – тыквенная симфония и мультяшный Хэллоуин. Ну а для ветреного ноября – уютная подготовка к предстоящим холодам и заготовке целебных настоек. Довольные покупательницы часто оформляют схемы Надежды именно в прикладные вещи, дабы эффект вышивальной терапии был пролонгирован. В качестве новинки этой осенью Надежда выпустила схему под названием «Первоклашки», в которой наша редакция сразу разглядела некоторые психологические стадии принятия нового учебного года, конечно же. Эту новинку мы точно приобретем и будем принимать три раза в неделю перед сном. На очереди новости вышивальной биржи. Сентябрь был богат на всевозможные экономические новости. Пока Яндекс покупает Тинькофф Банк, а Майкрософт поглощает Бефезду, на вышивальной бирже случился вполне конъюнктурный всплеск акций цветочного бизнеса. 1 сентября, период традиционного подъема во флористике и 2020 не стал исключением. На вышивальном рынке особой популярностью пользуются гортензия и, конечно же, белые розы. Продолжают наращивать свои позиции и овощные магазины. По мере созревания в них появляются все новые и новые номинования. Спрос покупателей не ослабевает, так что аналитики прогнозируют дальнейший рост. В связи с перелетом птиц пока заметно снижение интереса к чекану. На рынке жесткая конкуренция и сейчас в него как раз заходят новые игроки. Так, за последнюю неделю на открытые торги выпустились тыквы от компании Клард. И надо отметить прозорливость акционеров. Актуальность темы и доступность черно-белой схемы делают этот набор самым востребованным среди крестиковых инвесторов. В целом, эксперты продолжают наблюдать рост индекса ВВП, то есть индекс всех вышивальных процессов, что дает ощущение стабильности и возможности делать оптимистичные прогнозы. И другие новости экономики. Магазин рукоделов проводит акцию под названием «Осенний марафон». 12 октября независимой командой рукоделова будут определены три победителя, которым достанется подарочный сертификат номиналом в 500 рублей. Акция действует по 11 октября. Не пропустите. Ну а в сети начали появляться ее первые участники. «Осенний марафон» «Осенний марафон» Пока все дома. Рубрика «Знакомство с мастерами». В наше напряженное время очень хочется, чтобы вокруг тебя были отзывчивые и принимающие люди. Очень здорово, когда у вас с ними есть еще и общее дело. На наше счастье вышивальное сообщество в своем большинстве состоит именно из таких светлых людей. Но так как у нас время на выпуск ограничено, то я каждый раз выбираю для вас трех мастериц, которые легко можно объединить по какому-то одному принципу. Сегодня я хочу рассказать о людях, комментарии которых почти всегда вызывают у меня улыбку. Именно поэтому я назвала эту группу «Веселые и находчивые». Итак, речь сегодня пойдет о Анастасии Тумановой, Юлии Миловой и Анастасии Феи Иглы. Все ссылки, как всегда, в описании. Давайте поддержим тех, кто безвозмездно поддерживает нас. Итак, начну с Насте Тумановой. Настя очень разносторонняя и плодовитая вышивальщица. Ее инстаграм – это кладезь образов и, что важно, нарратива. Каждый пост – это отдельная законченная история. По этой причине ее аккаунт – это не просто про поглазеть, но и про почитать, проникнуться. В этих текстах много личного, много самоиронии, много юмора и, конечно же, много жизни. Кто еще не подписан, обязательно сделайте это. Юлия Милова похожа в сети на журчащий ручей. С ней легко, весело и непринужденно. Она легко находит позитивные и улыбающие вас слова. Судя по инстаграму, Юля в основном прикладная вышивальщица. В ее аккаунте можно найти много елочных игрушек, ну и, конечно же, шикарные конфетницы. Ну и напоследок я оставила Настю, фею Глы, у которой, на мое счастье, не только инстаграм, но и свой канал. Дело в том, что Настю важно видеть в движении, ее надо слушать. У нее потрясающий стиль повествования, расстановки каких-то акцентов и подбора тем. Этот стиль никого не оставит равнодушным. Помимо этого, Настя, конечно же, прекрасная вышивальщица и постоянный участник СП «Прикладная вышивка от Елены Цвет», который, кстати, все еще идет, так что у вас есть возможность присоединиться. Ну а канал Настя это еще одно очень уютное местечко. Обязательно загляните к ней на огонек. Ну и в завершении нашего выпуска опрос народа. Октябрь – традиционный месяц празднования Хэллоуина. Он отмечается каждый год 31 октября в канун Дня Всех Святых. И хотя в наших широтах этот праздник отмечается не везде, Америка и многие другие страны уже вовсю готовятся к этому событию. Вообще праздник сильно поменялся со временем и из чего-то эзотерического превратился в костюмированную тематическую вечеринку. Для России Хэллоуин продолжает быть самым неоднозначным праздником. Согласно социологическим опросам Левада-центра 2016 года, четверо из пяти опрошенных россиян знают о празднике, но лишь один из 20 опрошенных планируют его праздновать. С того времени прошло пять лет и вот мы решили провести свой опрос. Знаете ли вы о таком празднике и собираетесь ли вы его как-то отмечать? Оставляйте свои ответы в графе комментариев. А это были новости за сентябрь. На этом у меня, пожалуй, все. С вами была Дарья Мяких. До скорых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин